Белорусскую АЭС запустят точно в срок. Об этом заявил глава Министерства энергетики Владимир Потупчик на итоговой коллегии ведомства. Ежегодная встреча впервые прошла в Островце, как знак того, что нынешний год для самой большой стройки Белоруссии во многом станет решающим. Так все ли по графику на БелАЭС и когда ждать оценки стресс-тестов станции от европейских экспертов? Комментарии Минэнерго и белорусских атомщиков в репортаже Ольги Онищенко. Находимся с вами у здания турбины и реактора первого энергоблока. Строительная готовность марш-зала первого энергоблока порядка 85%. К экскурсиям для прессы белорусским атомщикам не привыкать. Но камерам место только снаружи. Реактор объект режимный. Активная стадия строительства исключила даже намек на присутствие посторонних. Сегодня на первом энергоблоке в разгаре монтаж оборудования. Установка турбины, чтобы уже к лету проверить технику в деле, пролив отдельных систем на открытый реактор, чтобы исключить утечки в будущем, затем гидроиспытания. Атомщиков торопят, ведь в ноябре на станцию уже приедет топливо, а там и скор запуск ядерной установки. В феврале месяц 2019 года ведительский пуск, то есть загрузка топлива в реактор. Специальные контейнеры для перевозки ядерного топлива. 163 сборки мы загрузили. Ежемесячно на площадке в Островце новый ответственный этап, хотя персонал фактически уже готов к эксплуатации станции, заверяет руководство Минэнерго. Щепетильный кадровый вопрос полностью решен для первого энергоблока, да и для второго. А не комплект, это лишь пять сотрудников управленцев, дело скорого времени. Атомщики такие довольно-таки интернациональные. Мы взяли часть персонала с опытом работы на украинских и российских станциях, а большую часть мы готовим своего персонала. То есть мы берем выпускников вузов. Сергей Горин, первый человек на белорусском реакторе, к слову, сам набирался опыта под Саратовом на Балаковской АЭС. А сегодня обучает вчерашних студентов, первых белорусских атомщиков. Словно упреждая вопрос, замечает. В одну смену молодняк, конечно, не поставит. В пару дадут опытных сотрудников, но и у недавних студентов еще как минимум два года, чтобы подтянуть свои навыки. Тедажеры будут готовиться, то есть второй блок уже стали наши специалисты, которые выпускники первых вузов будут. БГУ выпускали в 2014 году. Вот уже почти шесть лет Островец это важнейшая стратегическая стройка Беларуси. Ведь запуск атомной станции гарантирует экономию на закупках российского газа. Минус пять миллиардов кубометров ежегодно. Сейчас именно голубое топливо это основа выработки электроэнергии. После почти половину этого импорта заместит свой белорусский атомный проект. Сегодня на площадке в Островце введен режим особого контроля за соблюдением всех сроков строительства. Министр не скрывает, генподрядчики в минувшем году не раз срывали поставки. План по возведению станции выполнен лишь на 80%. В нынешнем важно ускориться, как минимум вдвое. Чтобы к концу 2019-го, как и было заявлено, первый энергоблок БелАЭС заработал в полную силу. У нас нет никаких сомнений в том, что этот объект будет введен своевременно. Для этого приняты все организационные меры. И сегодня все, кто задействован на строительстве этого объекта, четко понимают, что необходимо делать. Сегодня у меня, как у министра, нет абсолютно никакого сомнения, что так и будет. Как нет сомнений в том, что белорусская электроэнергия будет конкурентно способна на общем евразийском рынке. Осталось договориться о единой формуле цены на газ. Ведь пока Беларусь и Россия потребляют ресурс за разные деньги, конкурировать на равных реальному сектору двух стран, увы, невозможно. Мы определились тем, какие будут цены на газ для республики Беларусь в 2018-2019 году. У нас есть время для того, чтобы определиться и по временному периоду 2020-2025 год до создания общего рынка газа. Поэтому здесь нет никаких проблем, нет никаких противоречий. И самое главное, чтобы эти решения были приняты. Между тем, Беларусь не останавливает диалог и с международными экспертами. Напомним, в 2016-м белорусская станция прошла стресс-тесты, проверку на устойчивость. Какими бы ни были внешние воздействия, объект выдержит все испытания. Таков итоговый вердикт. Национальный доклад отправили в Еврокомиссию, теперь готовы держать ответ. Мы сейчас готовим ответы на вопросы, которые поступили от этой рабочей группы. Это около 500 вопросов. И во время приезда Европейской комиссии, которая будет здесь и на площадке, мы дадим полностью ответы на все поступившие вопросы. Экспертов ждут в Минске уже в марте. Комментарии белорусской стороны готовы выслушать более 20 специалистов из 17 стран. Белорусские атомщики уверены, без ответа не оставят ни один из заявленных вопросов. Ольга Онищенко, Илья Максимов, Островец, Гродненская область, агентстватель новостей.